Здравствуйте! Вот Великая Французская Революция, она проходила под лозунгами свободы, равенства и братства. Особенно равенства. Все должны иметь одинаковые права. Дело в том, что легко уравнять людей на бумаге в правах, да? Вы понимаете. Но далеко не все их могут одинаково хорошо реализовать. Например, право на жилище, да? Все зависит от того, у кого какие есть возможности купить такое жилище, да? А вот было такое очень специфическое право в средние века, право быть казненным через обезглавливание. Таким правом обладали только особы дворянского происхождения. Простой публике, ну, ей доставалось повешение. Все дело в чем? Отрубить голову – это очень сложная работа. Одним махом ведь надо отрубить меч длинный, рубится голова. В огромных городах, тогдашних средневековых, в Париже, например, был только один человек, который мог по-настоящему, по-хорошему отрубить голову. Одним махом. Причем эта работа была очень тонкая и профессиональная. Вы не обижайтесь, что я об этом рассказываю, но это именно было так. Как потомственный палач, по палачу иногда, как короли, когда сходили на престол, делали подарок каждый раз на всякий случай. Все-таки зависели от него очень многие, от палача. Так вот, наш герой – это не палач, а доктор, доктор Гильотен. Он был весь проникнут революционным духом, духом свободы, равенства и братства. Надо всех обеспечить равными возможностями, чтобы права можно было реализовать. И надо, чтобы каждый осужденный, независимо от социального положения, от происхождения, имел возможность быть казненным через обезглавливание. Естественно, если его осудят на это обезглавливание. И вот он придумал машину для безглавливания – гильотина. Вот ее чертежи, кстати говоря, по ним можно выполнить эту гильотину. Ну, кстати, в наше время гильотиной часто называется такая вот установка для перерубания металлических прутков, полос и так далее. Вот это такие гильотины, так сказать, мирные. Кстати говоря, если уж говорить на чистоту, гильотин не был изобретателем этой гильотины. Дело в том, что до него в Шотландии, оказывается, уже были изобретатели, которые эту гильотину изобрели и даже рубили голову в Шотландии с помощью вот такой машинки. Ну, вот у гильотина там 30-килограммовый нож падает, отрубает голову. Во Франции эта казнь существовала до 1977 года, ну, 200 лет не просуществовала, но все равно очень много лет она использовалась во Французской республике. Вот. Он долго советовался с палачом, с парижским палачом, палач Парижский был старый, умудренный опытом человека, и он говорил так, вы, говорит, не думайте, что смерть через обезглавливание какая-то легкая для обезглавливаемого. У него же был громадный опыт, сколько он людей-то обезглавил, все дворянского происхождения, высокий сословий. Голова после отделения от туловища еще живет несколько минут и ужасно мучается, говорил он. Ну, гильотин что? Он создал эту машину, внедрил, то ли 15, то ли 17 тысяч человек обезглавливали во время вот этого вот, так сказать, террора и диктатуры якобинской, который был одним из элементов Великой Французской революции, скажем так. Он очень расстраивался из-за этого, пытался сменить свою фамилию, по крайней мере, после него уже этот род гильотинов прекратился, да, потому что его фамилия дала название вот этому ужасному устройству для обезглавливания. Вот такая вот печальная, в общем-то, история, когда благие намерения приводят к самым нехорошим последствиям. Всех благ, до свидания.